Ну что, поехали. Итак, у нас первая лекция. Да, так получилось, что поставили меня уже первой лекцией. Ну, давайте я попробую сделать ее вводной для данной школы. Там заявлено в программе что-то другое название про визуализацию данных бюджета РФ. Про это как раз будет конец лекции, но я подумал сделать ее немножко шире. Рассказать про анализ и визуализацию данных вообще. Для поддержки и принятия решения. Поскольку именно про это, как раз там, не знаю, половина, наверное, доказа школы. Это про то, как эти данные, которые возникают в финансовых технологиях, при обработке, в работе с бюджетами, как их анализировать и визуализировать. Значит, слово визуализация, оно ключевое, наверное, для моей как раз презентации. Потому что я думаю, про анализ, про обработку, про хранение, про процессы будут говорить все. Про визуализацию, наверное, вот я как раз по этому хотел сделать акцент. Итак, значит, да. Первым делом нужно понимать, как вообще устроен процесс анализа данных. И для этого есть просто некая картинка, которая, наверное, тоже в Википедии присутствует. Как это, значит, в жизни дата-сайентиста устроено. Значит, смотрите, есть, значит, мне очень нравится эта картинка, что реальность, она, это не квадратик. Это цветной, яркий, зеленый, значит, синий, значит, коричневый, значит, белый, значит, белый шар, который в идеале, опять же, и не шар, а там, его достаточно сложно. Жизнь устроена очень сложно. То есть реальность. И любой анализ данных, начиная с того, что мы выбираем данные об этой жизни, и нужно понимать, что всегда это очень какая-то упрощенная информация, то есть мы не можем собрать информацию обо всей реальности, поэтому это всегда какой-нибудь этот самый, какой-нибудь срез, какая-нибудь проекция. Ну, тем не менее. Вот все это начинается, сейчас с этим стало все проще, датчики стали намного дешевле. Значит, соответственно, эти самые жесткие диски стоят все дешевле, поэтому выбирать данные более-менее человечество научилось. Вот следующий этап – это процессинг, да, обработка данных, очистка и эксплуатативный анализ. Вот, ну, когда говорят, да, это процессинг, это когда разумеет больше инженерную часть, что нужно их как-то собрать, сложить какие-нибудь базы данных, каким-то определенным образом струклировать, чтобы они были все более-менее в одном формате, там, не знаю, ну, сейчас обычно дата-сиентисты используют три. Основный формат – это, понятное дело, CSV, то есть просто тексты с табличками, которые, значит, которые, когда строчек разделена запятой, либо там индексом табуляции, точкой запятой, не важно. То есть текстовый формат, и он, значит, я думаю, непобедим, потому что это единственный, наверное, формат, который читают все платформы, все операционные системы более-менее одинаково. В этом у него главное преимущество. Следующий формат – это JSON, это некоторая настройка над текстовым форматом, значит, JavaScript Object Notation. Достаточно недавнее это изобретение, вот, но выяснилось, что он, то есть, с одной стороны, он чуть-чуть богаче, чем текст, то есть там можно хранить всякие, значит, массивы, соответственно, эти самые и так далее, вот, он чуть-чуть богаче, вот, все еще он, там, читаемый, значит, с точки зрения, там, человек может открыть это в блокноте, текстовый редактор, почитать глазами и понять, о том, в чем там течь. Значит, второй – это JSON, и третий – XML. XML – это считается самой такой, ну, то, что считается, да, он объективно, там, и универсальный, то есть все, что, в принципе, можно сохранить, можно сохранить в XML, придумать какие-то свои теги, какие-то параметры, записать, и это будет более-менее легко передаваемо тоже между платформами, потому что в основе XML это тоже текст. Вот, и так, значит, с PSV, form of separated values, значит, это JSON и XML. Вот, это про, значит, обработку данных. Значит, дальше вот важный, важный пункт, который здесь не зря в центре находится, называется Clean Dataset – это очистка данных. Любой человек, который работает с анализом данных, он по секрету, значит, это обычно не ахиширует, но особо не скрывает, что до 90% работы аналитика данных, дата-сайентиста – это очистка данных. И, казалось бы, что здесь такого, значит, данные сначала начинают анализировать, но такого в жизни никогда не бывает, к сожалению. Самый простой пример, поскольку здесь, значит, артирка земного шара, вспоминается проект, который мы делали с моим студентом по анализу метрологических данных. Вот, просто, значит, есть метеостанции по всей Земле, там, и записывают температуру, влажность, еще несколько параметров. И стандартная ситуация, когда в течение дня температура сначала, значит, 22.5, значит, градусов, потом 24, а потом, не знаю, 258. Понятно, что не может быть температуры 258 градусов, это опечатка, просто, не знаю, при сохранении потеряли запятую, там, не 125.8, значит, записано 258. И, казалось бы, примитивная, там, не знаю, тупая банальная ошибка, но вот из-за таких вещей, значит, ну, жизнь дата-сайтисту достаточно тяжела, и, значит, не это самое, не проста. Ну, понятно же, это очень простой пример. Если, допустим, начинаете работать с какими-нибудь, там, уже текстовыми данными или, там, персональными, да, то, понятно, у вас могут быть люди, которые есть, может быть, один человек, который разные фамилии, могут быть одинаковые фамилии, разные люди, соответственно, там могут быть разные написания, опять могут быть опечатки. Особенно, если еще вдруг начинается транслитерация, то есть, допустим, вы делаете профиль человека, например, ну, какого-нибудь ученого, там, не знаю, российский ученый, который, значит, вернул Петров, когда вы начинаете транслитерацию и смотреть в разных статьях международных, оказывается, что там это совершенно по-разному может быть и фамилия написано, как-то это объединять, структурировать, очень тяжело. Вот, поэтому очистка данных – это тоже отдельная большая боль, значит, которой занимается дата-сайтист, и после этого данные, значит, очищены, вы, значит, переходите на этап эксплуатативного анализа данных и используете каких-то моделей алгоритмов, вот, которые вам позволяют как раз находиться в действительности в этих данных, ставить какие-то прогнозы, подписываясь, ну, и там видно, да, что этот самый верху делочка обычно идет обратно. То есть это всегда циклический процесс, если вы что-то, значит, там посмотрели на эти данные, у вас нет какие-то новые идеи, понимаете, что нужно как-то их по-другому обработать, что-то добавить, как-то очистить еще. Вот этот верхний круг – это уже достаточно трудоемкая задача. После этого уже, когда у вас данные чистенькие, нормализованные, все аккуратненько хранятся, значит, в какой-то нормализованной базе данных, уже вы начинаете применять разные модели, какие-то его, значит, как-то этот самый конфигурируете, параметры подбираете, все эти, значит, нейронные сети настраиваете и так далее. Вот. Но это все, как бы, понятная часть. Но потом возникает интересный момент, вот эти все, это все, что мы сейчас обсуждали, оно происходит внутри процессора, внутри компьютера, в котором там огромные базы данных, процессоры, значит, так сказать, оперативная память. Вам нужно донести теперь эту информацию до человека, который будет принимать решение, и в этом-то месте окажется проблема. Я вот нашел картинку про трафик, это определение слова «ботлнэк», да, то промо-ботлнэк, да, оно больше используется при описании пробок, да, у вас есть какая-нибудь хайвей, да, слева, видите, да, там четыре полосы, и потом все эти четыре полосы дружно, там, знаю, на въезде в город выстраиваются в одну, это самую, в одну, значит, длинную очередь, чтобы помочь попасть внутрь города, и, понятно, все начинают жаловаться, как же так, вот у нас пробки, это самые, и банальные, и заведомо неверные решения, говорят, о, у нас там четыре полосы, давайте делаем шесть полос, потому что все-то думают, что въезд в город это хайвей, там же обычно все стоят, давайте делаем шире, а на самом деле проблема не там, где у вас трасса, а там, где въезд в город. То есть вот этот ботлнэк, если он был, там, не знаю, пропуск одна машина, грубо говоря, в пять секунд, то как бы вы ни наращивали здесь слева, там, знаете, дополнительные полосы на трассе, которые входят в город, то есть это все опирается в один конкретный светофор, после которого идет маленький переулочек, у вас просто построили дополнительный карман для машин, которые ждут. И все то же самое, оно применимо, и вот, может быть, кажется, аналогия далекая, но на самом деле очень точная, очень применимо и к процессу анализа данных. У вас, то есть как бы, когда мы начинаем, значит, строить систему сбора данных, обработки данных, очистки, применения алгоритмов, сейчас идет как раз бешеный тренд в наращивании мощностей, которые это делают. У нас все больше данных собирается, все больше, соответственно, там, и на этом мощнее сервера, больше жесткие диски, значит, круче оперативная память, но это все аналогично тому, как если бы мы здесь наращивали хайвейт, да, наращивали основную магистраль. В конечном итоге все то, что компьютер посчитал, человек должен это как-то как бы потребить. То есть это нужно в итоге сделать отчет человеку. И какие у вас не были там, не знаю, хитерабайты накачаны и обработаны, человек, во-первых, не способен прочитать там, не знаю, больше, чем, не знаю, 5-10 страниц. Во-вторых, на этих страницах все, что может быть, это либо текст, либо какой-нибудь график, либо какая-нибудь диаграммка, ну, более-менее все. То есть вот несмотря на как раз все развитие, как раз технологии на сбор и обработку данных, вот именно интерфейс, как то, что компьютер понял, как ему донести до человека, принимающего решения, он достаточно мало изменился, там, знаю, с начала, там, с конца 19-го века. Вот, то есть уже тогда графики рисовали, схемки были. Сейчас эти схемки, понятно дело, рисуются и более красиво, чуть более быстро. В специальных программах, но это реальная тема, как действительно ту информацию. И тут есть как бы два уровня, да? То есть есть первый уровень, уровень того, что понимает машина, машина собрала такие терабайты, там, знаем, самая нейронная сеть обучилась, и дальше, условно говоря, там, понятно, с некоторым допущением, можно сказать, что машина поняла, как эта реальность устроена. Но если человек даже не знает, как вопрос задать, то, то есть бывают ситуации, конечно, когда вопрос очень конкретный, типа, какова будет температура завтра, там, в это же время. Тогда машине проще, машина, значит, там, не знаю, долго считала, будет дело, значит, там, пользовала алгоритмы, и, соответственно, там, не знаю, говорит прогноз, там, завтра будет 23 градуса. Но в жизни, и в моем пути, намного чаще встречаются вопросы, которые не имеют такой четкой ответа. Это вопрос, а что происходит? Да, вот мы сейчас говорим, там, будем говорить про бюджет Российской Федерации, там, про счетную палату, про банковские приложения, про тестирование сложных систем. И чаще всего у человека отвечает, как раз, там, ну, за бюджеты, за финансы, за сложные системы, вопрос, что происходит. Иногда это вопрос вообще, как бы, высокого уровня, допустим, поминально, человек новый, там, пришел, там, новый проект, новая система, нужно просто понять вообще, что происходит. А есть там частный случай этого вопроса, допустим, что происходит не так. То есть система вчера работала, вы сегодня чувствуете где-то на уровне движения, что что-то вроде бы, формально все параметры те же, температура для компьютера не изменилась, вот, нагрузка на сеть не, там, статистически та же, но какой-то другой паттерн пошел, то есть раньше как-то, но в начале было много, так сказать, заявок, ну, а потом меньше, сейчас как-то не так. И у вас снова вопрос не конкретный. То есть, если вы могли конкретно сформулировать, там какова частота за нагрузку, там, не знаю, на этот пайплайн, вы получите точный ответ. Но может сказать, что этот пайплайн, он конкретно ни при чем. Вот. Поэтому у вас вопрос скорее, скорее такой неформальный, ну, неформализованный, и может сказать, что в компьютере то ответ есть, вот, потому что система, которая собирает эти данные, анализирует, как бы там, обрабатывает, она, она этот самый, как раз этот ответ знает, но вы не знаете, как спросить. И это первый уровень, когда ответы, по сути, есть в вашей базе данных, но вы не можете, так сказать, задать этот вопрос. И второй уровень, когда, ну, это моя чаще, как раз вторая ситуация, когда есть конкретный аналитик, который с этой базой работал, и он в эту задачу погрузился, поскольку у него эти же все базы данных на кончиках пальцев, я в какой-то момент, когда работал, начал в этой индустрии, там, даже научился какие-то, мегабайтные там логи, проградывая глазами, находить какие-то в них эти самые, но опять же, выяснилось, что это неотчуждаемый навык, то есть я порылся в этих базах, я что-то понял там в конце рабочего дня, и выясняют, что я не могу это сообщить руководству. Ну, потому что у меня, опять же, я нахожу в состоянии того самого компьютера, который, значит, понимает, а сказать не может. Если бы я мог нарисовать какую-то картинку, то да, я бы мог сказать, вот здесь не так. Если бы я мог нарисовать какой-то график, то да, но бывает ситуация, что ты понимаешь, уже даже сознательно понимаешь, что-то ты не так, ты даже уже понимаешь, где, но очень тяжело это сформулировать в коротком документе, потому что нет, к сожалению, возможности прийти, значит, к руководителю и прочитать ему часовую лекцию на тему, что не так. Ему нужен ответ, который бы помещался на одной, максимум трех страницах или, там, на телефонном разговоре максимум, там, пять минут. Если вы не можете в пять минут объяснить суть проблемы, то, значит, вы ее не объяснили. И вот как раз здесь вот эта задача столкнулась достаточно часто. Я понял, что проблема визуализации, она серьезная, она важная. Ее как-то недооценивать, читать, что, не знаю, анализом данных заниматься круто, нейронные сети строить круто, а вот визуализировать это все, там, для дизайнеров, для, значит, девочек, которые могут рисовать. Вот, на самом деле, нет. Я вам серьезно говорю, что серьезная визуализация это очень серьезная задача, очень востребованная, и, значит, давайте сейчас, например, чуть подробнее поговорим. Так, значит, микропауза. Ну, поставь какой-нибудь плюсик, чтобы я знал, что вы еще меня слушаете. Нет? Нет. Так, хорошо. Переходим, значит, да, следующий, я чуть более конкретный. Это, значит, было, скорее так, общие слова, надеюсь, значит, полезные. Давайте чуть-чуть опускаться к конкретике. Как я сказал, наша школа по финансовым технологиям, значит, финансовая технология, да, это про бизнес, про деньги, ну, сейчас, да, не только про деньги, про планирование, про учет, про контроль. Вот. Значит, да, как я сказал, что задача аналитика, это, значит, находить какие-то инсайты, вот. Ну, да, если говорить про бизнес, что, не знаю, зарплата, ценность, она пропорциональна той боли, которую вы снимаете с бизнесом. И всегда очень полезно в голове понимать, что я работаю, не знаю, аналитиком данных, есть вот конкретная боль, не знаю, руководителя, не знаю, там, команды, учредителя, собственника, которые мои, мои инструменты, моя работа снимает. И первая боль, которая есть у каждого бизнеса, независимо от того, это, соответственно, может быть, медицинский бизнес, образовательный бизнес, IT-бизнес и так далее. Любой бизнес, это про создание определенного продукта или услуги. И всегда, в любой ситуации, любой руководитель всегда хотел бы, чтобы то, что он делает, было качественнее, удобнее, приятнее, интереснее, чтобы, соответственно, у нас было больше, больше пользователей, они были более счастливы и так далее. Когда и сейчас, особенно, там все больше, больше упор, чтобы это было безопаснее. И, конечно, всегда хочется делать это дешевле, чтобы наши конкуренты, значит, нас не обошли, потому что, понятно, уменьшение себестоимости, это главный, главный двигатель, как раз, там, увеличение, там, и капитализацией, и органичной ниши. Вот. И это болезнь у каждого руководителя, у каждого бизнеса, и понятно, что анализ данных помогает эту боль, значит, эту боль, соответственно, вот. Какие данные для этого собираются? Во-первых, технологические данные, да, если мы говорим про бизнесное создание мобильных телефонов, технологические процессы и так далее. Да, если у вас услуги, у вас, соответственно, есть данные по использованию, есть данные инцидентов качества безопасности, да, то есть какой бы нибудь продукт, у вас всегда обратная связь, есть линия поддержки, на которую вам звонят, клиенты там, записывают, сообщают какие-то эти самые, какие-то данные, какие-то, опять же, ситуации собираются автоматические по безопасности, есть цепочки поставщиков, которые влияют на качество вашего продукта. Это есть в любом бизнесе в том или ином виде. Это сейчас огромные объемы данных и есть, соответственно, очень много интересных задач, интересных инструментов, как, значит, анализ данных можно использовать для улучшения разработки продукта. Вторая тема, которая есть у любого бизнеса, это боль стратегии. Допустим, значит, да, вы научились делать качественные мобильные телефоны, соответственно, образовательные услуги или какие-нибудь медицинские приложения, у вас там случайно там, случайно там, нет, не случайно, потому что вы молодец, хорошо работали, значит, у вас образовалось несколько, не знаю, миллионов долларов, которые вы готовы вложить куда-нибудь и у вас возникает с одной стороны положительный, конечно, от таких вопросов, конечно, душа радуется, вот, но тем менее, это сложный вопрос. Вопросы, куда развиваться, то есть вопросы географии, если вы хотите развивать свой следующий филиал сделать в Китае, в Африке, в Европе или в Америке, вопрос, на каком тренде сосредоточиться, допустим, есть тренды абсолютно противоположные, которые, каждая из которых кажется достаточно обнадеживающим, но при этом они друг другу противоречивают. Допустим, есть тренд цифровизации, завод будущего, это будет состоять, не знаю, из большое количество роботов, которые сами все делают, нужна будет одна собака, которая их охраняет, единственный сотрудник это будет человек, который кормит, развлекает собаку. Это центр цифровизации, ну, понятно, откуда взялся, потому что роботы, значит, им надо меньше платить, там, соответственно, там, социальных проблем нет, вот, они работают 24 на 7, и поэтому цифровизация, конечно, как тренд есть. Но при этом одновременно с этим есть бешеный тренд на социализацию, что у вас, не знаю, вы строите дома, и на самом деле их строят не роботы, а их строят, вы делаете их по методу краудсорчения. Вы сначала делаете огромное голосование, значит, там, в сети по выбору, значит, это самое, там, какого-нибудь проекта, потом делаете голосование по дизайну, значит, там, окон по дизайну, соответственно, там, помещение, потом у вас голосование, мы добавили туда или, значит, там, раскрасили. В итоге у вас, не знаю, тысяча человек участвует в строительстве вашего дома, и когда он достроен, это уже не просто какая-нибудь безликая, безликая, значит, железка, созданная роботом, а это прям какой-нибудь специальный проект, и его стоимость уже бесценна, на порядок выше, потому что там есть история, там есть пиар, там и маркетинг есть, и все об этом доме знают, и многие говорят, да, я сам принимал участие в его разработке. И вот эта тема, там, вовлечения максимального количества людей, она тоже, ваш продукт, она тоже сейчас на волне. Но понятно, что эти два тренда друг другу противоречат. Вы либо вы вовлекаете максимальное количество людей, либо вы вовлекаете минимальное количество людей, вот, да, или там то же самое с диверсификацией и специализацией бизнеса, да. То есть вы, допустим, сделали какие-то обалденные сырки, глазированные, которые, значит, покупает вся Россия и весь мир, и дальше есть у вас вариант, либо остаться просто гением, значит, сырков, глазированных, что вот лучшие сортины не выпускают вашу компанию, либо начинать расширять рынок. То есть вы выпускаете сырки, делаете еще молочную продукцию, от молочной продукции вообще, значит, продуктом питания, продуктов питания вообще, соответственно, там, не знаю, полные какие-то обслуживания, значит, поддержки, там, знаю, для каких-нибудь питания, там, для компаний и корпораций и так далее. Есть свои плюсы и минусы и в том и в другом, и, поверьте, эта боль есть у бизнеса всегда. И более того, есть очень много примеров, когда неправильный выбор, неправильное принято решение стоило бизнесу очень дорого. Самый яркий пример, который у меня пульс в голове, это компания Kodak, вы постарше, наверное, помните, еще на каждом углу были, соответственно, там, эти пункты, можно сдать пленку, фотопленку после, значит, самое, после отпуска, они проявляют вам, распечатывают и выключают их фотографии, как раз, не заморачиваясь про все эти, там, проявители-закрепители, вот. И в какой-то момент компания Kodak, когда уже появились цифровые фотоаппараты, совет директоров принял решение, что цифровая техника им неинтересна. Это все будет ниша, цифровые аппараты очень дорогие, вот. Вот, нет, мы уверен, что пленка будет еще лет 20-30, и они не стали вкладываться в цифровое, как бы, фото. И прошло буквально три года, и компания просто разорилась. Там сейчас, вы можете посвечить теперь эту историю. То есть бренд еще существует, вот, но компанию фактически раскупили конкуренты по частям, потому что они в обыдке. То есть неправильное решение про стратегию стоило компании, там, верно, вот, в плане. И поэтому анализ данных очень востребован для решения задач стратегии развития. И понятно, более-менее даже, какие данные здесь могут собираться. Это данные региональной специфики, демократии, экономики, и, соответственно, анализы рынков, и моделированные сценариев. Это все очень интересные задачи, да, и они уже потихонечку близки как раз к теме нашей школы, по финтеху. Ну, третья большая тема, я ее занимался очень много, поэтому у меня много материала, но здесь я постараюсь максимально кратко. Это тоже у любого бизнеса есть боль работа с кадрами. Вот. Всем хочется найти идеального сотрудника. После этого как-то идеального сотрудника нашли, и двоих-троих, прошел год, хочется понять, насколько... Ну, поставьте себе на место, там, не знаю, Германа Грефа, который директор Сбербанка. Вот у вас, допустим, Сбербанк, там, не знаю, получил лишний миллиард за этот год, да, и вы думаете, ну, надо сотрудников премировать. И оказывается, что это реально серьезная проблема, потому что премировать нужно пропорциональной эффективностью. И казалось бы, что есть простое решение, давайте, там, не знаю, миллиард всем дадим поровну всем сотрудникам, и все будет хорошо, но если присмотреться внимательно, оказывается, что поровну это худшие, худшие из всех стратегий. Потому что если вы даете всем поровну, вот смотрите, у вас есть сотрудник, который реально вкалывал, и есть сотрудник, который бездельничал. И тот, который реально вкалывал, он смотрит, слушайте, я тут реально все на своих ключах вылез, а мне премию дали такую же, как соседу бездельнику, я вообще как бы... То есть он будет разочарован и, скорее всего, уйдет, значит, куда-нибудь там конкурентом. А сотрудник, который ничего не делал, он скажет, фу, прикольно, ничего не делал целый год, а премию дали как семь, значит, продолжай в этом же духе. Получается, что распределение премии поровну, оно стимулирует, как бы сказать, отрицательный, да, это самый естественный отбор, да, то есть самые лучшие начинают уходить, а самые худшие изо всех сил держатся за место. Там проходит один-два год, для вас просто, ну, понятно, компании ничего не останется, потому что... Вот поэтому распределение премии сдачи очень сложное, ее по-хорошему нужно делать на основе эффективности личного вклада, но анализ эффективности – это вешенно тяжелая задача, потому что эффективность сотрудника зависит от очень многих параметров. И от того, начиная от банального ситуации, там, не знаю, может, человека отправили, там, не знаю, куда-нибудь в Сургут, открывать филиал, а у него, там, не знаю, просто физиологически, там, не знаю, ему тяжело эти перепады температуры, давления, и он, там, не знаю, там, вареный был целый день, поэтому ничего не сделал, да, то есть контекст очень важен, команда очень важна, то есть, не знаю, люди, с которыми он работает, не то, что там у них сложные отношения, но просто они все, там, не знаю, психологически, там, не знаю, что просто выстроить отношения, понадобился год, пока команда начинает что-то делать, да, то есть контекст, команда, выбор задачи, то есть не буду вам объяснять, что какая-то одна задача, там, для сотрудника, может быть, его мотивировать, ему интересно этим заниматься, он сделает ее 200% эффективности, а если тому же сотруднику, в том же контексте дать другую задачу, ему это неинтересно, как бы, он просто, просто начнет, так сказать, скучать, поэтому эффективность зависит от этого, и последний пункт, у вас может быть все аккуратно просчитано, и контекст, и команда, и задача, но может оказаться, что просто у человека жизненная карьера, план другой, то есть он планировал, там, не знаю, два года вавкалывать, а потом, значит, этот самый, просто пойти поучиться, сменить профессию, не знаю, особенно, если мы говорим, там, про, вот я его помил уже, там, не знаю, севера, человек приехал на север, он, не знаю, поработал, все хорошо, и вы, как руку идете, думаете, все, отлично, я нашел надеваемого сотрудника, вот мы ему, значит, оплатим премию, он говорит, нет, все, я больше не планировал здесь жить, не знаю, зимня хочет на юг, вот, и поэтому анализы сотрудников, это отдельная вешняя задача, вот, значит, понятно, есть много интересных данных, я сейчас быстренько пробегусь по картинкам, которые у меня есть, то есть, которые, значит, мы делали, да, вот это, кстати, тоже интересная, это, понятное дело, неформальная картинка, но это та боль, с которой вам приходится всегда иметь, если вы руководитель, то есть, здесь переньким нарисована официальная иерархия любой компании, да, у вас сверху есть, значит, там, директора, есть замы, есть, соответственно, руководитель направлений, есть, значит, заводделы под ними, есть, соответственно, сотрудники, которые подчиняются, соответственно, в отделе каждом работают, и вот в обращенном варианте вы такие мыслите, думают, да, моя организация, эта структура состоит из двух направлений, каждый из которых делится на отделы, вот, и так далее, но в жизни вообще все никак, то есть, во-первых, у вас там видно, да, какие-то, значит, там есть, этот самый, какие-то оранжевые стрелочки, такие родственники, да, какие-то зеленые стрелочки, кто-то там, не знаю, кому-то денег должен, кто там кого-то любит, кто-то не любит, там, не знаю, кто-то там этот самый, на кого-то зуб, кто-то там в одном классе учился, еще очень интересная вещь, когда вы становитесь родителями, это бесценные, бесценные связи, когда у вас дети учатся в одной школе, вот, видите, внизу, дети в одной школе, вы просто уже становитесь, у нас почти родственники, если у вас дети в одной школе с кем-то, вот, это, это новый, и у вас получается, что организация строена очень сложно, у вас могут быть очень непонятные, очень, как бы, неочевидные связи, которые, очевидно, влияют на ваши отношения на работе. Потому что, если, допустим, вы работаете в отделе продажи, вам срочно нужна консультация юриста, а этот юрист, как раз выяснил в одном каком-нибудь подклубе, то это вас занимает буквально 20 секунд. Поднял трубку, Вася, привет, я тебе по работе, помоги мне с этим. И задача сразу решена. Поэтому очень многие компании поддерживают наличие этих связей. А с другой стороны, если вы, наоборот, с этим юристом рассорились, и вам говорят, вот, отнеси заявку в этот отдел, вы начинаете прокрастинировать эту задачу, чтобы не видеть еще одного развитого товарища. Поэтому анализ таких вещей очень сложный, задача очень актуальная. Вот некоторые примеры, которые мы делали. Здесь, соответственно, визуализация, возможно, по разным характеристикам. Какие люди больше знают про experience, про переговорность. Можно делать какие-то такие паучковые диаграммы, про оценку ценностей. Видно, да, что некоторые люди работают, потому что им нужна зарплата. У других пунктиков они работают ради того, чтобы была карьера. Третий, там, не знаю, просто работают у вас в компании, потому что они хотят технически прокачаться. Третий, потому что статус получить. И понимание этого тоже отдельная тема. И какие-нибудь такие визуализации, они там для этого хороши. Вот, есть огромный мир темы, значит, социальных связей. Это все конкретные примеры анализа для конкретных организаций. Вот, в частности, мы, допустим, делали сравнительный анализ профессиональной связи в Башнефти и в Датнефти. И даже по этой там картинке, не особо вдаваясь в детали, видно, что там культура в компаниях немножко разная, структура. Вот, есть там анализы, соответственно, больших команд, чтобы выявить какие-то кластеры, каких-то наиболее влиятельных людей. Есть, соответственно, анализ вообще сообщества. Это мы делали анализ как раз профессиональных сообществ, кто чем занимается, допустим, по Data Science и так далее. Вот. Это вот третья тема, которая в любой компании присутствует. Как я сказал, да, это анализ, значит, персонала, да. То есть, так, три темы, да. Первая – это анализ продукта. Вторая – анализ стратегии. Третья – анализ людей, которые вашу команду составляют. И четвертая – это как раз потихонечку, да, подходим к теме нашей школы. Это анализ, как раз, финансовых потоков, маркетинг, продажи, значит, закупки, расходы и так далее. Вот. Это есть, опять же, у всех, у любой компании, которой, чем бы она ни занималась, хоть, не знаю, хоть медицины, хоть образованием, хоть, например, долучей нефти. Проблема есть анализа целевой, понимание, кто у вас покупает, кто, значит, ваш пользователь и так далее, да. Да, уточнение потребностей, прогноз спроса, коммуникаций. И здесь возникают тоже те же проблемы, да, что у вас есть какие-то, ну, видите, да. Настала модная тема, допустим, в ритейл, во всяких продуктовых магазинах вы, значит, когда что-то покупаете, эти данные собираются, есть очень интересная тема, анализ как раз структуры чека. И это все звучит вроде бы красиво и звучит действительно очень эффективно. Вы задумаетесь о том, какие это объемы, допустим, для какой-нибудь сети, типа, не знаю, там, типа Ашан, или там что-то с этим сравнимое. Просто там каждую, не то, что каждую секунду, каждый час, там, ну, каждую секунду, значит, несколько человек что-то покупают. У вас получаются эти огромные объемы, которые, опять же, обрабатываются, анализируются. И, опять же, у вас есть иногда очень конкретный вопрос, типа, там, что у нас покупают чаще всего. Отлично. Вы можете, как бы, там, раз, и руководителю, там, топ-10, там, позиции выложить. Но понятно, что там количество инсайтов, оно на порядок богаче, на порядок интереснее. И вот придумать форму визуализации, которую показывали руководству, откуда деньги берутся, на что тратятся, это, вот, ну, задача бесценная и до сих пор так по-хорошему не решен. Вот. Вот потихонечку, как раз мы подошли к теме, которая была заявлена изначально. Это про визуализацию структуры расходов, значит, госбюджета. Это был, соответственно, в декабре прошлого года конкурс Data Contest, проведенный счетной палатой, в которой наша, значит, дружная команда, значит, там, из меня, Евгения Пугачева, Антона Манилова, название «Топский политехник», мы, значит, решали задачу номер 13 и учитайте с ее названием. Да? Давайте я вам дам 20 секунд. Создание гибкого продукта для проведения оперативного анализа, исполнения и контроля в организации исполнения федерального бюджета в сфере природопользования и агропромышленного комплекса. Уточнение. Формировать в электронном виде выходную форму с аналитической информацией о доведении нежбюджетных транспортов до конечного получателя. Их использование на примере одного мероприятия государственной программы Российской Федерации воспроизводства и использования природных ресурсов. Ожидаемые результаты. Визуализация с применением карты, последовательной детализации, доведение средств до конечного получателя и их использования. С одной стороны, казалось бы, что государственным бюджетом контролируется лучше некуда. И это, конечно, верно. У нас очень хорошо в России поставлена система контроля и учета. Мы должны понять объемы этих данных. Они настолько велики. То есть вот эта самая проблема, что в компьютере вся информация есть. То есть любой рубль, который государство выделяет на какое-то направление, он, конечно, учтен. Но этих рублей очень много. То есть само описание структуры госбюджета РФ, это, по-моему, сейчас 400 страниц. 500 страниц – это просто до уровня мероприятий. То есть там не прописываются конкретные получатели, там просто основные государственные программы и основные мероприятия. Вот. И дальше каждое это мероприятие, оно уже, как бы, там, знаю, это расходы по каким-то регионам, внутри региона, идет какой-то конкурс или там по другим форматам, распределяется на каких-то уже подрядчиках, подрядчиках на субподрядчиках, а после этих субподрядчиках там, значит, в каком-то виде тоже немгновенно, значит, эти деньги осваивают, там сначала там какая-то проектная документация, потом, соответственно, там первый этап, второй, третий, какая-то отчетность. То есть, и с одной стороны, эти все данные, они вроде бы есть, вот, ну, не то, что вроде бы, они прям точно есть, там неизвестно, где взять, но, во-первых, они хранятся в очень разных системах, потому что одно дело, там, действительно, какие-то оригинальные бюджеты, одно дело, значит, седеральные деньги и так далее. Часто возникают всякие нюансы с тем, что, допустим, могут быть совместные какие-то программы, да, такую, что у нас идет такая нибудь ремонт какого-то социально возначенного объекта, и там часть на эти денег выдела, соответственно, госбюджет, а часть какие-то, значит, местные компании-партнеры. Вот, и это реально, как бы, неочевидно. Вот в этом как раз они вынесли, эта задача была сформулирована, как раз, коллегами и заказчиками счетной палаты, и вот мы за ее решение взялись, потому что, как я сказал, тема визуализации нам веська интересна. Интересно. Ну, да, значит, что мы использовали, непорятно. Python, JavaScript, D3, Lotly, вот. И дальше у нас была достаточно большая фаза именно поиска, как это все можно нарисовать. То есть первый вариант, допустим, первая идея была, очевидно, структурная, что если у вас есть бюджет, надо просто развить, написать декомпозицию. Вот, что там действительно часть приходит туда, часть сюда и так далее. Значит, в каком-то смысле, наверное, да, эта идея одна из лучших, вот, мы потом к ней фактически вернулись, вот. Но надо понимать, что иерархия будет достаточно длинной. То есть минимум, там, может быть, 5-7 каких-то этапов, вот. И из-за этого она будет, ну, так, мягковыражаешь нечитаемой. Вот, то есть это главный, главный минус этого подхода. И второй, значит, не очень понятна пропорция. То есть, конечно, циферками можно написать, что, допустим, вся программа, там, знаю, 50 миллиардов, значит, сюда пошло, значит, 20, 30, 40. Но это как-то не очень визуально, поэтому хотелось бы, как бы, чуть-чуть более интересно сделать визуализацию. Значит, второй подход был, это, вторая идея была, это сделать интерактивную карту. Ну, вот, ну, от него мы достаточно быстро отказались, потому что мой опыт, как бы, и даже эта задача подтверждает, что все-таки карта – это вещь контринтуитивная, если говорить конкретно про бюджет, потому что на ней размер и визуальное восприятие территории пропорционально ее географической площади. А географическая площадь, она вот мало часто имеет отношение к финансам, там, не знаю, к активности и к отчетности. У вас могут быть регионы, которые маленькие, типа, там, не знаю, Москва, да, которая, не знаю, площадь, не такая уж большая, вот, но там, понятно, сосредоточены очень много и каких-то проектов, и расходов, и все остальное. У вас могут быть огромные территории, типа, на Северной области, которые, там, не занимают заметную часть карты, вот, но при этом, значит, там могут быть какие-то маленькие предприятия. Вот, поэтому мы от идеи интерактивной карты отказались. То есть карта действительно хороша для какой-нибудь логистики, когда можно прям смотреть маршрут, там, если вам карта хороша, чтобы иметь какое-то общее восприятие, там, не знаю, по регионам, и то даже для этого может надо использовать не карты, а какие-то картограммы, да, то есть какие-то тематические предприятия. Вот идею интерактивной карты мы, значит, отложили. Значит, третий вариант визуализации, который я очень люблю, это всякие формализации бизнес-процесса, это, наверное, вот, в каком смысле лучший вариант, потому что то, как устроены как раз финансы. То есть, там, посмотрите, что это PMN, если вы не в пользу, но это, грубо говоря, язык-блок-схем для бизнес-процесса. То есть если мы посмотрим, что каждый рубль, который государство выделяет, ну, не обязательно государство, это может быть, там, компания, там, не знаю, организация, он, у него есть разные статусы. То есть, говоря, сначала он начинает называться просто заработанный, да, потом, когда он попадает в планирование, он, соответственно, попадает в какую-то категорию. Мы этот рубль, соответственно, отдаем на налоги, мы этот рубль отдаем на развитие или на зарплаты, допустим, на развитие. После этого этот рубль, значит, может быть, то есть он уже в состоянии, выделенный, грубо говоря, этот рубль, назначенный на развитие. Дальше мы проводим какой-то внутренний конкурс, там, проект. В одни говорят, что развитие надо нам на филиал открыть, в другие говорят, что развитие сотрудника нанять. Мы-то выбираем какие-то направления развития. И мы говорим, вот этот рубль у нас назначен, допустим, на там, на постройку нового здания. Отлично. У нас с каждого рубля есть как бы статус, состояние этого рубля. После этого, казалось бы, конец, но это только начало. Если мы решили, что мы этот рубль потратим на, ну, понятно, это не рубль, а там, не знаю, какую-то сумму, да, из количества рублей, потратим на строительство нового здания, дальше тоже есть этапы. Этапы, когда на эту сумму просто принято решение, потом, допустим, объявлен конкурс, потом найден подрядчик, потом уже заключен договор с этим подрядчиком. На каждой этапе возможен отказ. Допустим, мы конкурс объявили, а заказчика, соответственно, не нашли. Ну, там они каждый, который нас не устроил. Или, допустим, конкурс прошел, нашли, значит, победителя конкурса, а потом раз какой-то форс-мажор или что-то еще, и нам приходится отменять, потому что мы по какой-то причине не смогли заключить договор с этим заказчиком. То есть этот рубль, он может иметь разные состояния, потом, соответственно, мы этот рубль, я не знаю, он уже является забронированным, потому что заказчик начал работать. Потом, допустим, акт мы подписали, он там построил нам какой-нибудь уже фундамент, мы им этот рубль передали. Или наоборот, он фундамент построил, а комиссия, соответственно, акт не подписала, и этот рубль опять переходит в состояние там какого-то нераспределенного. В этом смысле вот схемы BPMN, они очень хороши для описания как раз финансов. Вот, они точно описывают как раз, ну, то, что реально происходит с деньгами в процессе того, как они, значит, там зарабатываются, тратятся, распределяются. Но есть маленькое, но, действительно, для, даже простой бизнес-процесс, он получается необозримым. То есть, если писать реально аккуратно, вот, получится достаточно большая схема, которая, ну, уже не очень, как бы, считабельная. Хотя, я верю, что, может, как-то упрощая этот самый, можно сделать какую-то красивую визуализацию, если у вас будет время, желание, подумайте. Вот, и тогда понятно, как устроено, что у нас есть, допустим, бюджет выделенный, да, и мы говорим, что у нас есть разные состояния, и там, допустим, часть бюджета на состоянии еще вот здесь, там, в этом квадратике, то есть, они уже выделены, но не распределены. Часть бюджета у нас уже, там, не знаю, конкурсная процедура прошла, часть бюджета, она уже прям зарезервирована под выплату, потому что там акт подписан, значит, там, сколько будем оплачивать счета. И там у вас каждый день, соответственно, эти пропорции меняются. Очевидно, что часть денег, она из этого подойдет, она перешла в этот или вернулась сюда. Это, я верю, когда-то можно будет сделать, но для этого конкурса мы не сделаем, если, соответственно, говорить. Значит, что мы реально сделали? А, еще у нас была одна красивая идея, что, как я сказал, для денег очень важно не только понимание, в каком они состоянии, а как это привязано к календарю. И самая простая идея такая, что бюджет обязан быть потрачен, условно говоря, до конца календарного года, в декабре, да? Но, если он был потрачен в декабре, очевидно, что у нас подрядчик должен определиться, там, не позднее, там, грубо говоря, сентября. А, как я сказал, что был контракт с подрядчиком, ну, потому что работа занимает два месяца, если он в сентябре не приступил, то до нового года он ничего не делает, да? Вот. А чтобы он приступил в сентябре, у нас договор с ним должен быть подписан в августе. А чтобы в августе был подписан договор, у нас конкурс должен быть объявлен, очевидно, не позднее июля. Потому что там по процедурам объявление о конкурсе должно висеть хотя бы, там, не знаю, месяц, чтобы собрать заявку и так далее. Поэтому, если у нас, условно говоря, в сентябре еще не объявлен конкурс, то вроде бы год еще не закончился, но уже понятно, что эти деньги надо возвращать в бюджет, потому что мы не успеем их освоить. У нас была еще идея сделать вот такую визуализацию, где как раз видно, что эти деньги, они там находятся в этом состоянии, и в какой-то момент они ходят в красную зону. Что если, допустим, они в это состояние вошли пересчур поздно, то уже, соответственно, надо их возвращать обратно, потому что, ну, до конца года мы не успеваем освоить, а там, допустим, можно их перекинуть на какие-то социальные платы. Там это все делается быстрее, без конкурса, и, соответственно, там, чтобы эти деньги в бюджете не простаивали. Блингеры должны работать. Ну вот, сейчас как раз приходим к тому, что мы в итоге сделали. Да, то есть наша идея была все-таки в итоге сделать вот так. То есть сделать трехуровневую визуализацию. Вот еще есть там всякие, как это называется, идеи системного анализа. Я не знаю, кто из вас. Есть такая интересная тема, системный анализ. Почитайте, Левенчук там про это много пишет, у него есть хорошие учебники. Про то, что на каждый объект, на каждый, значит, там, бизнес или, там, не знаю, проект, можно смотреть так в некоторую систему, так в некоторую совокупность, да, элементов, которые вместе взаимодействуют для какой-то конкретной цели. И вот из системы, чтобы ее хорошо понимать, всегда очень полезно понимать надсистему, то есть то, в чем она устроена. Потому что не бывает системы сами по себе. Если мы говорим там, что есть у меня факультет, да, в котором мы все работаем, то этот факультет, он часть университета. То есть у него не надсистема, это университет, да. Если мы говорим про университет, то он тоже не сам по себе, он часть системы образования, там, Российской Федерации и так далее. А как же система образования, это не система сама по себе, у нее есть надсистема, это, там, грубо говоря, вся экономика Российской Федерации. То есть всегда полезно понимать хотя бы один шаг выше. То есть для какой системы, надсистемы, ваша система является элементом. Какая бы она ни была большая, все равно это какой-то винтик, очень понятный, часто функционально обоснованный в системе на уровень выше. Вот. И то же самое вниз. То есть всегда любая система, надсистема, она состоит из каких-то элементов. То есть если мы говорим про, не знаю, университет, он состоит из факультетов, на институтах, инженерных школах. Инженерных школах состоит из катер, департаментов. Департамент состоит из лаборатории, лаборатории из каких-нибудь там проектных команд, проектных команд из людей, соответственно, человек, там, не знаю, это отдельная тема, ну, наверное, можно разбить по функционалу, да, что он с одной стороны занимается образованием, наукой и так далее. Вот. То есть, да, поэтому вот три уровня, это вот здесь выбор не случайный. Когда мы смотрим на какой-то конкретный, значит, уровень распределения бюджета, допустим, говорит, вот у нас есть деньги госбюджета, которые пришли, значит, на наш субъект федерации, условно говоря, на том скобке. Вот. Тогда полезно понимать уровень выше, то есть вот эти деньги, которые пришли нам на Томску область, они пришли откуда, из каких источников. То есть это часть какой-то большой государственной программы, какого-то национального проекта. Понятно, да, то есть что это мы часть большей истории, где-то как бы слева, то есть мы видим, что эти деньги приходят отсюда. И полезно понимать уровень ниже. То есть, допустим, вот мы говорим, что деньги пришли, значит, там, в этой программе на область, но внутри области у нас будет деление на какие-то, не знаю, основные статьи, там, 1, 2, 3. Вот это, как мы поняли, система, мы можем сдвигаться влево или вправо. То есть посмотреть, мы поняли, ага, значит, Томску область получает, допустим, мы получили эти деньги, там, в рамках, там, как раз, сибирского федерального округа, да. Я понимаю, что Дрис и ФО, мы получили, там, знаю, какую-то большую часть, меньшие, потому что у нас, там, территория какая-то более серная и так далее. То есть мы понимаем контекст и понимаем детализацию, что эти деньги будут направлены, там, а, там, знаю, на такой, значит, там, проблем второй. Дальше может сдвинуться вправо, и уже теперь Томская область будет как контекст, да, то есть контекст – это источник. Мы будем смотреть на конкретную, значит, программу, допустим, там, профилактики тушения, не знаю, там, пожаров, кровных. Будем видеть, что эти деньги, они кроме пожаров еще направлены на другие статьи, а внутри этой задачи она еще декомпозируется на, соответственно, 2-3, там, на 5-10 подзадачи. Вот, и, значит, последний пункт, который мы, то есть, был важный, мы, значит, взяли за основу так называемую диаграмму Сенки, которая хорошо известна технологам. Она обычно использовалась, изначально была придумана для описания потоков энергии. В данном случае это, по-моему, двигатель внутреннего сгорания, что у вас есть какая-то энергия, поступает на вход, и дальше по закону сохранения энергии она не может ниоткуда не взяться, никуда не деться. То есть, соответственно, у вас есть какая-то входная энергия, выходная, понятно, КПД всегда меньше единицы, меньше 100%, значит, есть какие-то потери. Вы можете прямо на этой диаграмме показать, что, допустим, выходная энергия, это, условно говоря, 70% от этой входной, значит, есть потери, соответственно, на дым, есть потери на какие-то вибрации, здесь, соответственно, на что-то еще. Часть энергии замкнута, соответственно, обратно, то есть мы там подаем, она, как бы, так сказать, там подается на вход. И здесь идея, что стрелочки не только покажут функциональное распределение, а еще толщина стрелки, она пропорциональна как раз, как бы, количеству. И это визуально как раз очень хорошо, полезно и удобно. И мы решили, что это как раз можно использовать для визуализации бюджета. Вот, значит, приходя к результатам, вот, соответственно, это самая государственная программа Российской Федерации по производству использования природных ресурсов, и видно, что эти деньги, которые на нее выделены, соответственно, миллиарды какие-то, да, значит, там, чуть-чуть не помню, там, около 50-50, ну, понятно, что интерактивно можно сделать, чтобы эти данные при наведении мыши отображались. Вот, что все эти деньги этой программы, значит, они разделяются на три категории. Часть выделена на подпрограмму воспроизводства неравнической базы, часть на использование водных ресурсов, и часть на федеральную истовую программу развития водоохозяйственного комплекса. Дальше, как я сказал, именно удобно, я считаю, делать три уровня. То есть мы смотрим на подпрограммы, и для каждой подпрограммы мы понимаем, что все они, значит, получили деньги из госпрограммы. Вот, и каждая из них, она, соответственно, развивается на какие-то обязательные мероприятия. И здесь видно, допустим, да, что там такое мероприятие создания, квотатация защиты сооружений от наводнений во второй подпрограмме, оно там, не знаю, хотя и сама подпрограмма меньше, оно по объемам финансирования больше, чем некоторые мероприятия, соответственно, там, не знаю, первой подпрограммы и так далее. Вот, понятно, что здесь можно там сделать на уровень дальше, сделать четыре. Вот, но, говорю, вся, то, что я рассказывал про системный анализ, как бы там ее опыт показал, что три уровня достаточно, поэтому лучше, как бы, вот здесь уже показывать четвертый, то первый удалить, чтобы он не загромождал картинку, вот, ну, в принципе, тоже на рассмотрение пользователя. Вот, ну, пока картинка, да, кажется, более удобно, что вы смотрите на обязательные мероприятия, вы видите здесь список обязательных мероприятий. По каждому из них вы видите источник, какая подпрограмма является источником финансирования. И дальше вы видите, куда уже эти деньги… Здесь я сделал развеяние уже не по, соответственно, не по профессиональной детализации, а по типам. Потому что разные деньги в бюджете могут идти… Ну, здесь видно, что какие-то деньги могут распределяться, как межбюджетные трансперы, какие-то, как ассигнования, какие-то, как закупки, какие-то, как субсидии. И вот здесь как раз видно, что на этой схеме можно посмотреть как раз детализацию, что там основные деньги, они пойдут на закупки и на субсидии. Это какие-то, соответственно, на выплаты персонала или, там, верные вложения. Ну, и так дальше, соответственно, можно декомпозировать. Ну, вот это тот пример визуализации, который я вот хотел рассказать. Ну, да, знаете, как раз больше истории про то, почему визуализация полезна. Ну, часто задают вопрос, как это под капотом работает. Под капотом работает почти всегда одинаково. У вас есть какие-то источники данных, парчер, собираете, нормализуете, собираете в одну базу и после этого делаете уже какую-то интерактивную визуализацию, как вот это как раз вам отображает то, что нужно. Отвечать на те самые вопросы, которые вам нужны для принятия решений. Это, наверное, главный акцент, который я хочу повторить, что не существует анализ данных вообще. Анализ данных критичен для принятия решений. Чем сложнее решение, чем большие риски сопряженные с неправильным, значит, с возможностью неправильного решения, тем больше денег, соответственно, больше ресурсов люди готовы инвестировать в то, чтобы, соответственно, это решение, проанализировать данные. Ну, возьмем пример простой. Допустим, вы идете по улице, хотите купить мороженое за 50 рублей, условно говоря, какой риск? Риск, соответственно, оно будет невкусным, придется выбрать, и там, не знаю, соответственно, как много вы готовы потратить на анализ данных. И то, иногда, на самом деле, мы садимся, становимся с друзьями, я начинаю спрашивать, а это вкуснее, это сладкое, это шоколад нормальный. Это, опять же, да, риск 50 рублей. Вот, ну, там, деньги, но не бесконечные. А теперь возьмем ситуацию, когда вы покупаете квартиру, которая, может быть, не 50 рублей стоит, а там, не знаю, 5 миллионов, другое. Вот, здесь уже риски существенно другие. То есть, может казаться, что, не знаю, там дом аварийный, что там он выглядит красиво, но там реально канализация, там какая-то, значит, самая убитая, либо там соседний район какой-то неблагополучный, либо пока вы молодой, вам кажется, все пофиг, а потом выяснять, что там рядом нет ни детского сада, ни школы, и для детей, для людей, для семей с детьми это, может, критично. Потому что, когда вы покупаете квартиру за 5 миллионов, то обычно люди там не один день думают и анализируют данные очень разные. Ну и так дальше. Если вы уже начинаете действительно строить филиалы и понимаете, что это расходы уже пошли миллионами, уже не рублей, то есть, соответственно, анализ данных, которые вам нужно провести для того, чтобы избежать каких-то рисков с этим решением, он пропорциональный. Поэтому анализ данных, это всегда связано с поддержкой принятия решений. И вот то, что у нас все дальше будут доклады, не про как раз финтех, поэтому, может быть, там некоторые доклады у вас, внутри есть вопрос, как это относится к финтеху, ответ очень простой. Финтех – это про принятие решений насчет бюджета. Принимать эти решения вам нужно, как бы, понимать очень много. И в этом возникает неожиданная тема, вам нужны и лингвистические методы, чтобы анализировать контракты, вам нужны и лингвистические методы, чтобы показывать расследование на карте в каких-то ситуациях, вам нужны там и так далее, и так далее. Вот. Ну вот, наверное, в этом месте я остановлюсь. Как раз час я почти исчерпал. Спросите, спросите что-нибудь. Во-первых, да, буду признать обратную связь. Понятно, непонятно, полезно, неполезно, интересно. Во-вторых, если есть какие-то вопросы. Пожалуй, здесь нужно будет уделить несколько больше времени на вопросы, потому что у нас есть некоторая задержка в плане трансляции. Но мы ожидаем. Так, вижу, спасибо. Спасибо за спасибо. Так, хорошо. Так, этот самый. Ну, я рад, что понравилось. Значит, да, как я сказал, значит, будет запись. Вы всегда можете пересмотреть. Можете мне написать, если есть вопросы. Потому что это, как вы поняли, это область, в которой очень много задач, очень большой спрос. Мы всегда готовы там люди брать в команду и дружить с другими командами. Вот. Визуализация данных. А, правильный вопрос. В каких программах вы визуализируете данные? Спасибо, Мария, за вопрос. Ну, понятное дело, есть библиотека D3. Значит, это вообще, как бы, когда она появилась, это я понял, что это мои мечты. То есть, все, что можно придумать, там можно призывать. Это достаточно продвинутый такой JavaScript. Конечно, вам придется там, я к тому продвинутый, что есть библиотеки, которые требуют поверхностного знания JavaScript. То есть, вы там чуть-чуть осволили, там синтаксис, и можете что-то делать. Д3, конечно, он требует прям погрузиться, там достаточно неочевидные такие фичи языка используются, но зато D3 может все. То есть, наберите D3.js в этом самом, как раз в поисковике, и вы найдете ссылку на библиотеку, на галерею, где там есть очень красивые примеры. Вот. Для сетевой визуализации, которая статична, я использую Y-AddGraphEditor. Тоже, значит, бесплатная программа. Очень простенькая, значит, ну, как, скажем так, она использует, это поверх, значит, поверх Excel, а поверх Python. То есть, сначала собираются данные, значит, с помощью Python, а потом я фанат Excel. То есть, как бы там над ним сейчас не стебались, я считаю, что это одно из величайших творений времен народа, потому что там эти данные можно прям видеть, там, не знаю, можно их подкрашивать, значит, одновременно на этих, не знаю, маленькая листа, смотреть, н большой, значит, таблицы визуализаций. В этом смысле Excel бесценен. И уже после того, как, значит, Python данные собраны, нормализованы в Excel, ты с ними поигрался. Ну, понятно, не говорится совсем, но это сэмплинг. Ты можешь всегда выкачать, не знаю, 10 тысяч, там, рандомных значений и с ними, значит, уже в Excel поработать. Про визуализацию и после этого, да, либо Python в библиотеке, там как раз были ссылочки, либо, значит, D3, если вам frontend нужен интерактивный, либо Y-Add, это, в котором Y-Add для именно визуализации графов очень хорош. Вот, я его очень люблю. Так, это ответ на вопрос Марии. Значит, как собраться данные о структуре корпоративных связей, и как организовываться их обработка в соответствии с законодательством? Хороший вопрос. Значит, если вы посмотрите на все мои примеры, они в основном про открытые данные. То есть, допустим, даже вот там Роснефть-Башнефть, там мы анализировали не вообще сотрудников, а именно исследовательские подразделения этих компаний. А все-таки ученые, они публикуются открыто. И вы всегда можете анализировать граф соавторства. То есть, посмотреть, что там эти люди вместе публиковали на какой-то конференции статью. Вот, соответственно, эти и так далее. Вот, соответственно, эти данные открыты, мы выкачиваем данные в публикациях. Дальше боль нормализации очистки. После этого, как они очищили, уже, да, Excel, Python, Y-Ad, есть красивая картинка. вот так. Какие управленческие решения позволяют сделать вашу визуализацию? Вот. Про какую из них, это спасибо, Ирина, за вопрос. Ну, как я сказал, да, то есть вопросы управленческие бывают двух типов. Бывают четко сформулированные, вот, типа там, кто больше всех там, соответственно, потратил в этом году, кто больше всех заработал и так далее. Почти все визуализации, и для таких ситуаций визуализация не нужна. То есть ответом является конкретная цифра, я не знаю, три цифры, либо табличка. То есть визуализация нужна для вопроса, что происходит. То есть вот, скажем так, я даже на своем примере, там, пока мы этот самый, эти картинки строить не стали, я вообще не понимал, как устроен госбюджет. Что-то, чем отличается программа от обязательного мероприятия, какие бывают типы. То есть, в первую очередь, эти визуализации позволяют ответить на вопрос, что происходит. И как только у вас эта картинка появляется, у вас на порядок увеличивается количество людей, которые готовы участвовать в обсуждении, в планировании, в контроле. Потому что, так вы говорите, вот, ребята, 500 страниц отчета, кто посмотрит. И все-таки загрустили, ну, давайте назначим, я знаю, Вася, вот, или, значит, Машу. Вот. В итоге, значит, вот эта Маша начинает погрузиться, значит, все поймет, вы, значит, с ней как начальник пообщаетесь, она объяснит, что там не так. Вам придется самому принимать это решение. Если у вас будет красивая визуализация, можете разослать ее по всем отделам и получить обратную связь. Потому что по визуализации люди сразу скажут, так, смотрите, а у нас же этот самый, мы думали, что у нас какой-нибудь, там, не знаю, там, защита охраны, охрана, какой-то окружающей среды бешеная, значит, там, спонсируется и поддерживается, а мы видим, что даже, не знаю, там, на просто охрану мы тратим вдвое больше. И у людей возникают вопросы, у людей возникают уточняющие какие-то комментарии, и дальше можно уже начинать вести дискуссию. И у меня было много раз таких примеров, что ты начинаешь говорить что-то, не знаю, там, про, ну, даже вот пример с Башнефть, там, да, ты говоришь, ну, давайте обсудим, как устроены, не знаю, коммуникации внутри нашего отдела. Все-таки, мы вообще ничего про это не знаем. А потом ты показываешь структуру взаимодействия, и все видно, что в одном случае люди работают небольшими командами, которые друг с другом никак не притекаются, а вот, например, этот нефть, у них вообще все работают с копом. И дальше все говорят, а, а почему так как они не взаимодействуют? И вы говорите, отлично, давайте сделаем корпоратив, признакомим людей, людей из разных отделов, и это уже конкретное управленческое решение, которое вы принимаете на основе этой визуализации. Что, да, вы поняли, что у вас все хорошо, допустим, с кассикой публикации, но плохо с коммуникацией, нужно там наладить связи между соседними отделами. Вот, ну, вот пример с потолка, понятно, что, Ирина, спасибо за вопрос, понятно, что тема, она намного шире, готова там в каждом конкретном случае, наверное, объяснять, но поверьте, что там, да, уже даже просто наличие карты какой-нибудь местности, ну, я бы под местностью понимаем, какой-то проект, оно очень полезно для руководства, для работников. Так, да, ну, и Татьяна, тоже продолжая, вопрос, как, значит, собирается данные от структуры корпоративных связей, как я сказал, да, мы работаем с открытыми данными, но если вот внутри контура организации, там люди более-менее подписали все, значит, соглашения о том, что там служба безопасности их может, значит, там данные о них собирать, не вынося за границу компании, то есть обычно везде такое соглашение есть, вот там есть очень много данных, есть данные электронной почты, есть данные о звонках, поскольку все мобильные телефоны обычно оплачиваются компанией, у вас есть данные по биллингу, по тому, кто кому когда звонил, и даже по этим данным там есть достаточно интересные проекты, как можно по по паттерну, тому, как человек звонит, там за месяц уже сказать, что скорее всего он собрался увольняться, допустим, есть такие интересные проекты, вот, то есть внутри контура компании, где вы работаете системой безопасности внутренней, там очень много из данных, которые, которые можно использовать, или, ну, можно использовать, не входя в конфликт с законодательством. чтобы разработать как бы, если вы хотите что, когда вы, его, так, нофига, ты, Продолжение следует...